Сразу скажу, что генетически модифицированные продукты, они чрезвычайно опасны и для окружающей среды, и для человека, потому что они разрушают принцип генетического единства природы, человек как часть природы тоже. Но дело в том, что мы вообще можем питаться различного рода органическими продуктами только потому, что у нас генетическое единство даже с бактериями и так далее. То есть у нас на каждой, там положим, каждое синтезированное в организме любого вида вещество, есть обязательно и энзим, который его разлагает. Вот. И это обязательно условие вообще вот такого биохимического, генетического единства. Вот. У нас существуют биохимические циклы, которые создают вот этого рода энзимы, ферменты, которые разлагают до нужного состояния. Вот это все мы можем усваивать. Если появляется, значит, вещество, которое, значит, не выпадает из этого ряда, вот. Чем вот положим синтетические продукты питания опасны и менее полноценны, чем, значит, естественные. Потому что очень часто для них нет соответствующих, и организм вообще не может производить соответствующие энзимы. Вот. И все. И это или балласт, или же, значит, хуже того, значит, что происходит, положим, с органическим, с органикой, которая попадает в замкнутое пространство при температуре, значит, 36 градусов, да? Вот она разлагается с выделением различного рода ядов. Вот это происходит в кишечнике человека, который начинает питаться несоответствующей пищей. Вот это все несоответствующая пища, значит, это вот то, что производится при помощи генной инженерии. Потому что, значит, внедрение чужеродных генов приводит к тому, что производятся такие соединения, которые не усваиваются организмом. Вот кукурузу. Делают кукурузу, которая дает стойкие урожаи, и ее не надо обрабатывать ядохимикатами, потому что ни одно насекомое себя уважающее ее вовсе не ест. Вот. Потому что, значит, просто она не переваривает это все дело. Человек отличается от насекомого только тем, что он просто крупнее, и он может из... и он не ест только одну эту кукурузу. Вот немного бы поел эту одну эту кукурузу, и все. И у него нарушаются все эти биохимические циклы. Вот получаются вот такие тетки и дядьки, вот дети, значит, полууроды просто. Потому что разрушаются вот эти биохимические циклы. В той же вот Америке выиграли, там еще все по суду решается, значит, так сказать, это очень тяжелый процесс. Выиграли целый ряд процессов против фирм, которые выпускали вот такого рода, ну, как бы неистребимую продукцию. У них очень, значит, популярны, положим, пикники. И, значит, одна фирма стала выпускать сосиски, которые не нужно было хранить в холодильнике. Ну, не гнили, не протухали. Вот. Это очень замечательный продукт. Они там набирали эти сосиски и выезжали в поле, там, ели все. Потом у них болезни пошли, значит, нарушение основного обмена. Это страшное тяжелое заболевание, проявления самые разные. Очень трудно, значит, все это свести, как какая-то общая причина. В конце концов, все-таки сумели доказать и запретили это дело производства такого рода продукции. Если даже бактерии не берут, да, то, конечно, это вредно. И если отказывается есть какое-то насекомое... Вот китайские яблоки, генетически модифицированные, ни одной червоточины. Вот будете постоянно питаться тем яблоками, в конце концов, получите болезнь обмена. Это совершенно определенно. Вот почему. Это одна, значит, причина, почему это очень опасно. Это одна вещь. Вторая. Вот эти генетически модифицированные организмы, они опасны для дикой природы тоже. Это, как широкой публике малоизвестно, но на самом деле идет достаточно широкий обмен генетическим материалом вообще в природе в целом. Вот, значит, где-то в семидесятых годах, значит, обнаружили, ну совершенно идентифицировали совершенно новый ген в печени кита, который был добуд в Беринговом море. Вот обнаружили, значит, это как бы прошло незаметно для всей, так сказать, общественности, до тех пор, пока через два года или там через три, этот ген не был обнаружен в свинье в Европе. Вот. Ну там, там с пищевыми добавками или неважно, каким образом он дошел до Европы за два года. Вот. Тот, что был у кита. Потом, когда на этот вопрос обратили внимание, обнаружили, что, оказывается, этот обмен идет достаточно широко, просто он был очень слабо изучен. Так вот, теперь вообразите, что этот ген, который определяет стойкость, как его, несчастной кукурузы к различным вредителям, попадает в какой-нибудь сорняк. И все, это неистребимый сорняк, который может потенциально завоевать весь мир. Потому что... Но куда повышать эффективность землепользования? Эффективность землепользования с соблюдением обычной агротехники. Потому что... Соблюдение обычной агротехники уже не прокормишь только народу... Не надо мне это говорить. Не надо мне это говорить. Мы еще в советское время, у нас была большая конференция в Свердловске, мы посмотрели те технологии, которые мы располагаем. Это как раз было время, когда осваивали эти целинные земли. И вот, значит, посмотрели, насколько это все целесообразно все это делается. И, значит, пришли к выводу, что, значит, вот эта вот вся вакханалия с освоением целинных и залежных земель, это все от совершенно безобразного использования именно современных технологий. И если бы вот... А вы говорите о том, что они исчерпаны? Ничего подобного. Сейчас они, тем более, на всем пространстве России, Казахстана и тем более других стран, они не использованы еще даже в десятой степени. И вот оказалось, что все население Советского Союза всеми продуктами, значит, земледелия, можно было бы, значит, обеспечить с площади 25 на 25 километров. Вот и все. Вот это при тех технологиях, которые были вот в те годы. И вот говорить о том, что сейчас все исчерпано, ничего подобного. Сейчас захват новых земель у дикой природы – это следствие жуткой расточительности и бесхозяйственности. Только и всего. И чаще всего все эти земли переводятся потом уже в бросовые земли, непродуктивные, потому что все продуктивные, такие, которые без приложения усилий дают какое-то урожай в жизнь, все разобраны. То, что сейчас захватывают тот же, где хотят что-нибудь отхватить, опять же, не прилагая никакой ни головы, ни рук, ни ног. Вот. Так что это все от безмозглой сферы расточительности. Только и всего. Субтитры сделал DimaTorzok